Что хочешь продать подороже, товарный вид делать. Машину продают, он ее помоет, колеса натрет. Невесту, когда замуж отдают, если она неприглядная, ее там накрасят, чтобы пристроить выгоднее. В фильме Моровска смотрели, как щеки накручены, чтобы ее Марфушик пристроить. И не взяли ее. А у нас в Менделееве 16, посмотрите, какая Марфуша стоит. Забили досками, какая привлекательность. Ты ее поделал, продать можно несколько раз дороже. Все знают, что такое продать. Сейчас посмотрим. Марфуша это или Аленушку? Вот. Вот из Марфуши Аленушку надо делать, чтобы цена сразу поднялась. За шутливыми фразами городских депутатов прячется беспокойство. О том, как содержится муниципальная собственность, народные избранники рассуждали на пороге бывшей гостиницы «Чайка». Часть помещений здесь, комитет по распоряжению муниципальным имуществом, планирует продать за 8 миллионов рублей. Однако депутаты считают, что их можно использовать более эффективно. Административные такие государственные органы разместить здесь, чтобы человеку было удобно приходить. Кабинет вполне нормальный. Вид шикарнейший. Конечно, идеально там снести, но обременение есть, ничего не сделать. Четвертый, пятый этаж, никуда от них не денешься. Поэтому какой-то вариант... После того, как предыдущий арендатор в 2015 году перестал следить за состоянием муниципальных этажей «Чайки», здесь начался хаос. Неблагополучные жильцы верхних этажей спускались в номера и разрушали всё подряд. Ломали мебели, вырывали унитазы и вытаскивали ванны. Но потом администрация побеспокоилась о своём имуществе. На двери поставили решётки и закрыли два этажа на замок. Но вот прибраться почему-то забыли. Налицо неэффективное содержание и наплевательское отношение к имуществу. Кто теперь такое купит? Когда был шмоток директора, я сюда приходил. Было у него в кабинете несколько... То есть он следил, был хозяйственник, правильно? То есть он ушёл, муниципалитет перестал следить в лице комитета по имуществу. Я так понимаю? Вся администрация – это собственники. У нас нет технической команды, к сожалению, в администрации, которая приходит и моет пауле. Давайте организуем сегодня городскую. Давайте организуем. У вас в законе прописано «Эффективное содержание муниципального имущества». Посмотрите нашу структуру, пожалуйста. Просто посмотрите. И ткните мне на специалиста, который должен прийти тут и выбраться. Я ещё раз говорю, пишите в комбинат «Балавтодор». Собирайте рабочую группу и решайте вопрос. Я на это неуполномочена. Я на это неуполномочена. Вы уполномочены передать начальник. Начальник должен сделать. Ну, как-то так, наверное, схема работает. Когда-то здесь было поспокойнее. Несколько лет назад на крыше была установлена камера видеонаблюдения. И дебоширы тогда вели себя более скромно. Но потом камера куда-то исчезла. Пока ждали, когда депутаты соберутся, обратил внимание, там на фасаде здания, на углу такая балка железная стоит. Там, по-моему, располагалась камера цифровая в рамках безопасного города. Сейчас этой камеры тоже нет. Одна балка осталась, а камеры нет. Прокомментировать кто-нибудь может? Должна быть размещена. Ну, это к УДХБ. Надо задать вопрос. Честно, мы сейчас не готовы. Да, камеры размещают УДХБ. Просто там камера, насколько помню, дорогостоящая, достаточно, порядка 100 тысяч. Это к тому вопросу о том, что нет. Если нету некому смотреть, то, соответственно, здесь завтра и дверей здесь не будет. Еще там до конца разберут. Здесь даже гораздо интереснее вещи происходят. На верхних этажах около сотни квартир. Примерно 10 из них приватизированы. Столько же на муниципальных этажах. Все это сейчас в плачевном состоянии. Даже если вы будете передавать по собственному, да, вы выиграете в каком плане? Вы уже не будете платить коммунальные услуги, правильно, да? Вы людей обеспечите жильем. Опять убирается в ремонт. Понятно, что в ремонт. Но можно искать какие-то варианты. А между тем, в интернете мы нашли статью от февраля 2014 года. Тогда представители администрации в ходе выездного совещания по Чайке заявляли, цитата, 79 тысяч рублей, которые в качестве арендной ежемесячной платы поступают в муниципальный бюджет – это от лукавого, так как выручка за проживание здесь наверняка в разы больше, и речь идёт не о тысячах, а о миллионах рублей в год. Руководство районной администрации не скрывает своего намерения расторгнуть договор аренды и пойти по пути более выгодному бюджету, вплоть до аукциона по продаже гостиницы. Конец цитаты. Спустя год после этого договор аренды был расторгнут. О последствиях этого решения вы уже знаете. И они оказались отнюдь невыгодны для бюджета. Поэтому нынешние депутаты и задумались о более эффективном использовании помещений в Чайке. Видели, сколько здесь помещений отдельных, их можно использовать под что-либо другое. Если туда вложить денег, если будет нормальный хозяин, то даже как предложение было туда переселить какие-либо муниципальные службы или ещё кого-либо. То есть не просто так передавать за бесценок и ждать, когда оно рухнет, тут построить что-либо. Стены есть, крыши есть, коммуникации видно, что с ними кто-то занимается, может быть даже их делают. Но тем не менее, конечно, общее состояние, ощущение от этого помещения достаточно удручающее. Подвал такой крепкий, стены, потолки. И, в общем-то, можно использовать, но всё очень захламлено. Пожаробезопасность там в опиющем состоянии. То есть достаточно, мне кажется, искры, окурка может быть. Всё это может привести к очень серьёзным последствиям. Ну, в общем-то, эти этажи, которые мы осмотрели, они находятся примерно в таком же состоянии. Ясно одно, что этому помещению срочно нужен хозяин. Кто им будет, частное лицо или всё-таки возьмётся муниципалитет, но хозяин нужен срочно, потому что мы теряем здание в центре нашего красивого города. Народные избранники понимают, что действовать необходимо быстро, если муниципалитет хочет спасти «Чайку». Мягко говоря, бардак. Если мы хотим что-то продать, то надо хотя бы, как Валерий Жоргиевич говорит, губы накрасить. Иначе тогда, соответственно, и покупательской активности не будет. Мы сегодня с депутатами несколько предложений высказали. Я думаю, что здесь сейчас необходимо, чтобы была заинтересованность комитета имущества, эти предложения проработать и какие-то поискать новые пути решения данного вопроса. А пока в «Чайке» лишь организовали уборку лестниц. И то непонятно, кто подсуетился. И, судя по всему, сделано это лишь для того, чтобы совсем уж не ударить в грязь лицом перед депутатами. Да. Из-за комиссии, да? Наверное. А так здесь вообще не убираются? Наверное. Спрашивайте, с чего начальство? А кто начальство? Я без понятия.